Один из самых духняных помнеков Минска. Конечно, эта улица Киселёва, насыщенный водор пива Оливария, тяжко с чем сбытать. Это пах истории, только это пах 18+. В далеком 1864 году минская местная Рохля Фрункина отрывала от городских уладов право на варенье пива вот тут, на участке земли, каля улицы Александровской. И вот уже омаль, что 160 годов на этом месте стоит завод, и сейчас мы усередуем, как завод Оливария. Будинок 1894 года, побудованного еще при Карле Чапске. Это самая старая частка завода. Вот оно место, где варилось пиво еще 100 годов назад. Бочки, а это пианино самого Карля Чапске. И он любил часом выпить пиво и поиграть на пианино. На территории завода застались еще старые речи. Может, это и двера, когда сам Карль Чапске открывал. Далее, в охоту сучасную частку завода. Туда мы уже не пойдем. После этого две бутылки часов графа Улейкерта, у початок 20-го года. Это бусссеровская да военная бутылка. Бачите, зорочка и надписи БССР. Бутылка часов немецкой оккупации. Немцы так само любили пиво. Это бутылечка бусссеровская, Минск 900, уже паслевоенного часа. У 1893 года этот завод выкупил знакомитый минский мэр Карль Чапске. Вот он. Чапске за свою жизнь побудовал кучу у сяго у Минску. Але за пиво яму особливое дякую. А вы ведаете, кольки поверхов у Минского театра оперы и балета? Вы удивитесь. Идемте, я вам расскажу. У 1920-х годах у городе Менску, а так тогда наш город официально назывался, было принято решение побудовать великую концертную залю для серьезных видов мастатства. И взялся за эту справу знакомитый белорусский архитектор Иосиф Лангбарт. Змешчается полторы тысячи человек. А ведаете, кольки хотел Лангбарт? И он хотел три тысячи человек. Этот будинок должен был быть в два раза более. Але ведаете, будовництво оно такое будовництво. Там урезали, там скрали, там нечто оптимизировали. Але все одно отрымалося могутно. Тут на бокал стояли одноповерховые драуляные домики. На их фоне этот театр глядзелся, как некий космический корабель пришельцев. И был бачный из разных кропок города. Это створало уражение. Падчас войны в этом будинку размещался великий склад, где собирали речи, забранные у еврея из Гета, ну и иншая каштованность из города. Любил сюда приходить Вильгельм Кубе, брать подарунки для отправки в Германию. А теперь цикл открывай и ок. В 21-м стагодзе провели масштабную реконструкцию. И видите, кольки поверхов теперь у нашем театре? Уверх, колья восьми, и вниз подземелья еще на шесть поверхов. Целый особный город в городе. Самый вядомый в остров города Минска. На месте вот этой воды в 80-е годы стоял великий стадион. После стадион срезали и заставился в этот остров посереду воды. Соправдная свислач, она вот, тяче под этим мостиком на остров. По месту чиновников начали ходить матки загинулых в Афганистане белорусских хлопцов. Просить, каким дозволили не просто помник, а целый остров. Чиновники были супрать, а левынеку сдалися. Мы заходим с вами на остров слез. Место, присвеченное памяти, загинулым в Афганистане белорусским солдатам. В центре стоит капличка, поставленная архитектором Пауловым. Она складается с фигурами маток, которые ждут своих загинулых детей. И имеют отсылку до стародавния русской архитектуры. Вельми интересные росписы. У них христианские мотивы. Мне рассказывали, что струны были мощно натянуты. Если дует ветер, то они создали очень мощный гул. А эта фигура анёла Ахоуника. И он плачет, потому что не смог выротовать своих подопечных. Людей так уразила эта скульптура фонтан, что целый остров назвали у гонор слез этого анёла. Афганцы кажут, что вот эта великая плита, что взлетно-посадочная полоса в аэропорте в Кабуле протягнули сюда специально для того, чтобы на ней уладить поминки в память о загинулых афганцах. Досать символично. На эту плиту солдаты прилетали в Афганистан. С этой плиты взлетали. Не все живые. Мы с вами Насторожовцы. Это самые старые и самые великие православные могилки Минска. Видите над могильной плиты? Правильно, их нет. Давайте разберемся, почему. Могилки тут были с начала 19-го года. У всех православных Минска хавали именно в это тут. Но в 1960-х годах коммунисты полючили, что советскому человеку могилки не потребны. Ему нужно побольше парков. Поэтому могилки сруйновали и на их месте посадили великий парк. Один, что засталось от могилок, это старая православная церква Марии Магдалины. Эта невеликая церква была побудована в 1850-х годах. И это опошняя церква, которая действовала в Минске под час сталинских репрессий. Ее закрыли только в 1937-м году. Есть такая информация, что сюда приходили молиться даже минские католики, когда все их храмы закрывали. Но большинство людей не имеют в покое. На окол периодически делаются будовли, и будовники находят целыми мехами костки людей. Их проносят сюда, на территорию церкви, где есть специальный помник и место, где складывают старые надмогильные плиты 19-го стагодзя. У початку 20-го стагодзя у этой церкви кироуником хору працывал такий дядька Владимир Террауский. Именно это он створил один из первых белорусских хоров, який выступал на все белорусским зъезде. Именно это он автор музыки таких вядомых песен, як «Мы выйдем с сильными радами» и «Знакомитая куполинка». Редактор субтитров А.Семкин